А в Академии художеств этим вечером чествует Таира Салахова. 90 лет. Большому художнику, который остался таковым, даже когда стал начальником над всеми художниками Советского Союза. Казалось бы, что может быть суровее советского реализма? Суровый стиль, так назвали манеру Салахова рисовать. Вроде все те же трудовые будни, а всмотреться другое все. Поэтому и поздравления такие теплые. Присоединяемся. Я вас поздравляю. Спасибо. Из Парижа приехала. Его поздравляют и любят совершенно искренне. Потому что, будучи даже большим начальником, Таир Салахов сумел не нажить себе недругов и завистников. Как не писал парадные портреты первых лиц. А воспевал лишь то, что ощущал сердцем. Природу родного Каспия и бакинских нефтяников. Героев-первопроходцев с суровыми лицами. Мы вместе садились за стол. Это не много говорящие люди, а люди спокойные, с улыбшими глазами и добрыми руками. Крошечная белая роза в тяжелой руке – не фантазия. Салахов видел, как нефтяники брали с собой на вахту цветы. Аромат и уют родного дома. И они эту розу привозят, ставят в стакан. И это память о семье, о детях, где-то о лучших своих чувствах. Портрет земляка композитора Кара Караева стал одним из символов оттепели. Точно выразил образ свободных творцов-шестидесятников. Из долгих наблюдений за Ростроповичем родилось это полотно. И лишь потом про его вдохновенный портрет Шестаковича напишут. Композитор показан как человек, несущий груз всего 20 века. А в 76-м чиновники из Минкульта лишь фыркнули и поморщились. Мы смотрим на вашего Шестаковича, мы не хотели бы видеть его таким. Я сказал, ну это дело ваше. А я увидел его вот таким. Образ всегда должен воздействовать на человека. Возглавляя Союз художников, СССР именно Салахов не позволил исключить из него Илью Кабакова за то, что посмел выставиться за рубежом. Не дал уничтожить многих молодых художников. Надо бороться за настоящее искусство. Надо уметь убедить в правоте художника. Он говорит, что самое ценное в его жизни это встречи. С Вертинским в Баку в 44-м, когда рисовал на асфальте краской объявления о его концертах. И с Магомаевым, которого Салахов поженил с Тамарой Синявской. И посвятил их любви этот солнечный триптих. Здесь звучали голоса, здесь они встречались с друзьями. И это было огромное счастье. И вот, что их чувства тоже были на этом берегу. Под его началом было построено здание Третьяковки на Крымском валу. И многие работы Салахова, достояние музея и страны. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Он по-прежнему галантен и с особым пиететом относится к женщинам. К женам нефтяников, которые ждали и могли не дождаться. К матери, которая вырастила пятерых сыновей одна после того, как отца расстреляли в 37-м. Эти лепестки, эти вот, как крылья семьи, как дети, как внуки, как ушедший отец. Она всегда вот так сидела в ожидании, понимаете, в ожидании своих детей, гостей или друзей. Но художник Салахов родился все же благодаря отцу, который каждый день, приходя с работы, обещал рубль тому, кто лучше нарисует Чапаева. Мы бы хотели, работали, подсматривали. И он просыпался и говорит, сегодня вот старший брат выиграл. На следующий день я выиграл. Он предсказал полет Гагарина, написав эту картину «Тебе, человечество» в самом начале 61-го. Устраивал выставки актуального западного искусства. Это был прорыв культурной блокады. И говорит, что до сих пор, как и всю жизнь, работает, наслаждаясь внутренней свободой. Самая счастливая минута у меня, знаете, когда я вдруг чувствую, что работа завершена. Суфруг заходит и говорит, надо останавливаться. Это самая счастливая минута. Знаете, когда ты освободился от внутренних чувств, и это все нахолстится. Алексей Зотов, Павел Волконский, Андрей Сычук, Елена Штоклова. Первый канал.